Всем привет! Меня зовут Анастасия Коваленко. Я хочу рассказать вам про белые карандаши, про их сочетание с спиртовыми маркерами, какие именно карандаши я люблю и рекомендую, а какие, наоборот, я не рекомендую ни для начинающих, ни для продолжающих, хотя продолжающие уже обычно сами все попробовали и в курсе. Давайте сначала я объясню, для чего вообще нужен белый карандаш. Дело в том, что многие стараются воспользоваться для тех же целей просто белой гелевой ручкой, а если не нужен такой яркий насыщенный цвет, то стараются ее немного размыть пальцем и вроде как приглушают. То есть вот если я просто белой ручкой сделаю, у меня достаточно насыщенный белый цвет получается. Если я немного размою ее пальцем, то есть в прямом смысле вот потру, то получается, что цвет становится менее насыщенным, немного размывается. Меня лично, ну кроме белых пальцев, после такого способа смущает тот факт, что очень сложно контролировать, как именно у вас размоется ручка. Может быть в каких-то местах, вот например она у меня сейчас в середине там размылась хуже, по краям она уже успела немножко схватиться, подсохнуть. Более того, может получиться, что вы в какую-то не ту сторону поведете ее. В общем я предпочитаю не использовать только один какой-то из этих двух инструментов. Я предпочитаю их совмещать для каких-то ярких активных белых бликов. Я использую либо белую гелевую ручку, либо белый акриловый маркер, который позволяет гораздо больший объем залить. И он очень укрывистый, чего довольно сложно добиться с помощью тонкой гелевой ручки. Карандаши я использую в том случае, если мне нужны какие-то небольшие светлые нюансы подчеркнуть, какой-то полублик создать, в том числе на стекле, например. Либо в том случае, если я может быть переборщила даже где-то с цветом, сделала его слишком темный. И я могу попробовать карандашом аккуратно и незаметно высветлить. Сейчас я покажу пару своих работ с использованием карандаша, чтобы показать вам, где именно есть смысл его использовать. Вот здесь белым карандашом я высветляла небольшую серединку цветка и проставляла вот эти небольшие, типа как белые тычинки. В данном случае использовать ручку было не очень уместно, потому что ручка дает достаточно, как я уже сказала, яркий блик. А на цветах, как правило, таких ярких бликов не бывает. Поскольку они бывают, как правило, на какой-то, допустим, глянцевой или блестящейся, светящейся, сияющей поверхности. Цветы более натуральные и природные, они, если имеют какие-то светлые пятна и блики, то, как правило, они достаточно такие приглушенные, матовые. И поэтому здесь тоже я иногда использую белый карандаш для того, чтобы подчеркнуть структуру лепестков на цветах. Из таких ярких еще моментов, одно из последних, я рисовала тост с джемом. И чтобы не мучиться сильно, не брать сразу какое-то огромное количество красных маркеров для рисования джема, я нарисовала джем с использованием, не знаю, тут, наверное, три, может быть, красных маркера. А дальше какие-то нюансы я уже делала с помощью карандашей, которые мне было проще посмотреть. Например, я прям замечала границы вот этих небольших полубликов и карандашом, не сильно нажимая, на него прорисовываю. А совсем уже яркие блики, где у меня прям глянцевый джем отражается, я прорисовала с помощью белого акрилового маркера. И последний, наверное, пример будет, например, на стекле, пример, например, я молодец. Здесь на кружке есть и карандаш, и, опять же, акриловый маркер. То есть яркие белые блики на стекле я проставляла с помощью акрилового маркера. И вот здесь, в некоторых местах, можно заметить, что есть такие полублики. Их я делала с помощью карандаша. И согласитесь, сделать такое с помощью ручки, размывая ее пальцами, было бы, наверное, довольно затруднительно. И сейчас я покажу, это был пример последних работ моих, где я использовала и карандаш, и ручку, и акриловый маркер в том числе. И сейчас я покажу, я даже подписала, какие карандаши белые у меня есть. Я их, на самом деле, маниакально скупаю. Это, наверное, даже не вся моя коллекция, просто то, что сейчас лежит под рукой. Я стараюсь их попробовать максимальное количество, чтобы понять, какие из них наиболее удачные и лучше всего подходят. И в первую очередь, что я хочу сказать, очень часто те, кто начинает знакомиться со спиртовыми маркерами, рисовать ими, покупают себе белый карандаш на меловой основе. Я прям горячо не рекомендую любые карандаши пастельные или на меловой основе совмещать с маркерами, поскольку, во-первых, такие карандаши имеют свойство гладкую бумагу, на которой я рисую, на которой вообще принято рисовать обычными маркерами. Они могут немного сдирать ее поверхность, повреждать, после чего нанести поверх какой-то другой материал будет уже довольно сложно. Ну и в целом это будет, скорее всего, смотреться не то чтобы красиво. Вот я прям начну. Они у меня по порядку лежат, подписаны. Это пастельный карандаш какой-то французской марки. Я саму марку, честно говоря, не знаю. Мне даже не нравится, что при использовании он так достаточно неприятно скребется. Соответственно, довольно много мела образуется. И обратите внимание, он даже немножко содрал черный маркер, хотя у меня вот эта плашка уже успела довольно давно подсохнуть. Тем не менее, карандаш содрал небольшое количество маркера вот этого темного и увез его в сторону. Следующий карандаш из той же серии, я просто покажу тебе, что у меня есть. Это дервент цветной, я забыла как он называется, уголь. Попробую нарисовать им. Он очень жесткий. Еще больше, как видите, сдирает маркер. Совершенно вообще невозможно. То есть, для такой бумаги, для работы по такой бумаге, такой технике, эти карандаши не очень подходят. И последний, например, я покажу Лира. Лембранд Кухон тоже очень прям. Вот, там нужно поймать момент, при котором он рисует. Он действительно дает такую яркую, насыщенную линию. Ну, прекрасно смазывается. Пачкает работу, пачкает руки. Хотя, конечно, при этом его можно, я думаю, практически до нуля размыть пальцами. Но, если честно, мне кажется, это не совсем то, чего стоит ожидать от работы белым карандашом по спиртовым маркерам. И дальше я уже перейду на обычные цветные карандаши. Покажу, что у меня есть, что из этого наиболее доступно. Самый, наверное, недорогой в моей коллекции это карандаш. Я могу ошибиться в названии. Брюнзель Дизайн. Он достаточно недорогой. Можно поштучно купить, я думаю, что много в каких художественных магазинах. И я попробую сейчас порисовать им с градацией от какого-то насыщенного цвета к более размытому. Ну, в принципе, неплохо на самом деле. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем меловые карандаши. Вот он ничего не смазывает, не смазывает маркер. Единственное, у него, конечно, градация не очень яркая. То есть, сам по себе, даже с сильным нажимом, он не дает какую-то супер яркую белую линию. Но, в принципе, это уже гораздо интереснее инструмент в работе, я считаю. Следующий карандаш это Фабер Кастл Полихромос. Он у меня, как видите, уже даже не белый. Это один из моих любимых ранее карандашей. Он даже не первый, не единственный. Их у меня было большое множество. Долгие годы я работала именно этими белыми карандашами. И они казались мне прям идеальными. Он стоит немного дороже, чем брюнзель. Если брюнзель стоит, по-моему, порядка, я не знаю, может быть, 80 рублей. Мне кажется, что до 100 рублей это цена по Москве. То Фабер Кастл Полихромос, тоже могу ошибиться. Мне кажется, что стоит в районе 150, может быть, рублей. Тоже зависит, наверное, от того, где вы покупаете. У него немножко, на мой взгляд, больше насыщенность при сильном нажатии. Хотя, если честно, сейчас уже этого бы не сказала. Он довольно мягкий в работе, приятный. Их легко найти, легко купить. Все-таки чуть-чуть, да, он поярче, чем предыдущий. Приятный карандаш. Можно попробовать размыть его пальцем чуть-чуть совсем. Правда, уже цветные карандаши так хорошо не размываются, конечно, как пастельные или меловые. Следующий карандаш. Это, собственно, фирма швейцарская, по-моему, карандаш. Серия Luminance. И это одно из недавних моих приобретений. Мне он сначала не понравился. Он довольно твердый. Тем не менее, через какое-то время я прониклась. И он, в общем, довольно хорошую белую линию дает. За счет того, что он немного тверже, чем остальные карандаши. Им можно прорисовывать больше мелких деталей. Прям четкие линии создавать. Он такой хороший, достаточно белый цвет дает. Приятный. Но не самый дешевый карандаш. Не скажу сейчас точно. Мне кажется, что, возможно, он даже за 200 рублей стоит или около того. И нужно искать в продаже. Мне кажется, что именно этот я заказывала где-то на иностранных сайтах. Но совершенно точно в Москве, в каких-то магазинах я тоже видела эту марку. И теоретически, при желании, можно найти. Дальше идет Prismacolor Premier. Честно скажу, это на данный момент мой фаворит. У него есть несколько проблем. Опять же, его нельзя купить, к сожалению, в любом художественном магазине. То есть, вот просто вы приходите в магазин и прихватить с собой параллельно пару белых карандашей Prismacolor довольно сложно. Их приходится искать на специальных сайтах, которые занимаются продажей именно этой марки. Либо покупать в каких-то поездках, что в нынешних условиях довольно затруднительно. Этот карандаш очень мягкий. Я очень их люблю. Они совершенно прекрасные. Очень яркий, насыщенный белый цвет. Дает достаточно укрывистый для карандаша. Проблема в том, что он настолько мягкий, что очень быстро стачивается. У меня была даже ситуация, когда я рисовала на крафте какие-то белые цветы. И буквально за одну небольшую работу в маленьком блокноте у меня просто сразу ушло половинка карандаша. Поэтому, если я покупаю обычно эти карандаши, я покупаю их сразу пачками, штук по пять, например. Они действительно быстро уходят. Стоят, по-моему, тоже порядка 150 рублей. Но, на мой взгляд, оно того стоит. И это один из тех карандашей, которые относительно несложно достать. И которые по качеству супер меня устраиваются. Он из всех, по-моему, карандашей, которые у меня есть, он такой самый белый и самый насыщенный. Может быть, сейчас по видео этого не скажешь. Тем не менее, видео, скорее всего, не передает все нюансы цвета. Ну, на данный момент это мой любимый карандаш. Prismacolor Premier. И последний карандаш, который я покажу, это... Я не знаю, честно говоря, впервые столкнулась с этой фирмой. Возможно, что она широко известна. Это какая-то японская фирма. Holben Artists Colored Pencil. Я могу ошибиться тоже в названии. Это самый дорогой белый карандаш, наверное, который у меня есть. Мне кажется, он стоил больше 300 рублей. Может быть, там, в районе 320-350. Тоже сейчас точно не вспомню. Я также заказывала его на каком-то специализированном магазине, который занимается продажей каких-то иностранных карандашей. И он один тоже оказался из лучших в моей коллекции. Но, честно говоря, цена, мне кажется, не способствует тому, чтобы переключиться именно на эту марку. То есть, в принципе, он практически аналогичный, как вот Prismacolor и карандаш. Вот эти вот три последних, это мои нынешние фавориты и любимчики. Он тоже достаточно мягкий. Но что-то среднее, наверное, по мягкости между Prismacolor и карандаш. Очень приятный. С какой стороны, не посмотри. Тем не менее, я не уверена, что я покупку повторю, когда он закончится. То есть, вот эти три марки я рекомендую поискать. Если нет такой возможности, то самый простой способ отдостать Faber-Castell Polychromos. В принципе, все карандаши можно попробовать немного размыть пальцем при необходимости. Ну вот, кстати, брюнзель, он скорее пропадает больше. Вот эти три последних, они больше так размывают пигмент. То есть, если вам будет недостаточно растяжки, которые вы сделали нажатием-карандашем, можно попробовать аккуратно эту растяжку сделать более плавно и с помощью просто размытия пальцем или, наверное, специальной растушевкой. И последний тест, который я проведу, это в случае, если вы ошиблись, и вам надо убрать следы. Попробую провести эластиком. После второго прохода, может быть, тоже на видео не очень хорошо видно, но, в принципе, вот эти все четыре более-менее стерлись. Здесь карандаш не очень хорошо стирается. Кабер-Castell более-менее не позволяет смыть следы. Призму Color тоже, честно говоря, достаточно такой в этом плане. Да, можно попробовать убрать. Вот этот вот убирается, но значительно хуже. Последний этот холдый. Карандаш убирается не очень хорошо. Брюнзель ушел практически в ноль. Надеюсь, вам было полезно это видео. И вы будете чаще использовать такой материал в своей работе, что даст вам гораздо больше возможностей при рисовании со спиртовыми маркерами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!